здравствуйте дорогие друзья подписчики и подписчицы если вы еще не подписались на наш канал обязательно подпишитесь в этом видео мы поговорим про попугаев какарики этот вид относится к средним по размеру попугаем хотя и очень пугливый но в то же время гиперактивный какарики бывают разных окрасов даже одной минуты он не может провести за одним делом именно по этой причине клетка должна быть достаточно широкой из-за гиперактивности они могут себе случайно причинить вред поэтому держите подальше от этого непоседы колющие и режущие предметы но это не значит что какарику нужно ограничивать свободу более того от скуки попугайчик может заболеть свободу попугаем свобода этим попугайчиком необходимо и она должна касаться не только полета но и время провождения если вы завели эту птичку придется постоянно предлагать разные игрушки своему какарику как покупные так и самодельные учтите что попугай какарики обычно перемещаются на ногах а крылья используют только в тех случаях когда нужно сбежать от опасности за этими непоседами необходимо следить постоянно если он находится вне клетки но в то же время это один из самых тихих видов попугаев некрикливый и умеренно щебечащий он может долго носиться из стороны в сторону а потом позабавиться с вашими украшениями помните что у вас в распоряжении образец всемирной красной книги с каждым годом этих птиц становится все меньше в живой природе но радует одно что это достаточно простые птички в разведении они достаточно просто разводятся в неволе в умелых руках а вот сколько какарик проживет зависит только от вашего ухода нормальная продолжительность жизни около 20 лет но увы не каждый попугай этого вида доживает до своей старости часто эти птички живут в вольере очень хорошо если у вас для этого будет место разводить какарика в домашних условиях процесс достаточно простой при этом важно знать о том что желтолобые какарики не скрещиваются с краснолобами не тратьте зря время и силы одним из важных вопросов является отличить самку от самца самцы крупнее самок они более массивные самки менять миниатюрные но в силу того что возраст у птиц может быть разной зачастую определение пола становится проблемой если пол различить удалось переходите к следующему тапу который является подготовкой первонаперво это пол именно на полу какарики размножаются он должен быть в чистоте никакой наполнитель в том числе и древесный в этот период не нужен учитывайте что какарики являются однолюбыми поэтому если самца и самку разлучить то может быть много проблем с попыткой их спарить с другими птичками какие еще бывают проблемы при разведении домашних какариков разводить сложнее чем диких зачастую какарики родившиеся и выросшие в домашних условиях не воспринимают самку как партнера обычно какариков разводят в вольерах в клетке сотворить чудо очень проблематично пожалуй это и все основные нюансы которые важны при разведении давайте поговорим немножко про кормление для какариков жизненно необходимо сбалансированное и одновременно разнообразное питание зерновая смесь должна содержать повышенное количество белковых и злаковых а также минеральную подкормку минеральные подкормки можно приобрести и отдельно от основной смеси они продаются практически в любом зоомагазине по сути корм можно выбирать абсолютно любой однако всегда учитывайте вкусовые предпочтения вашего любимца достаточно часто какарики выбирают мелкие зерна например проса в таком случае лучше всего будет покупать зерновую смесь для волнистых попугаев или амадинов корм следует насыпать запасом так как из-за своей гиперактивности они его часто разбрасывают во все стороны значительное место в рационе занимают свежие фрукты и овощи это около 60 процентов от общего рациона обычно дают капусту как белокочанную так и бикинскую морковь сельдерей огурцы яблоки и груши цитрусовые виноград различных сортов персики апельсины а также киви существует овощи и фрукты которые нельзя давать какарику ни в коем случае например строго запрещается давать авокадо также не стоит давать какарику соль шоколад и кофеин на этом и все что я вам хотел рассказать про этих пернатых кому понравилась сам сама птичка какарик которая позировала перед камерой ставьте палец вверх пишите свои комментарии делитесь своим опытом под этим видео а я на этом с вами попрощаюсь всего вам самого доброго и до новых встреч на канале пар до свидания а а Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok